Из святаго Духа. Из поучений святаго Иоанна Затаустова на книгу Бытия. Научимся, братья, какой плод бывает от скорбей и какая польза от несчастья. Так, когда у Агарь ушла от притеснения от Сары и несчастье ее увеличилось, когда она подверглась множеству скорбей, оставаясь в одиночестве, в пустыне, в самых тесных обстоятельствах, после такого благоденствия, после того, как она возведена, была в достоинство, равное самой госпоже, то по этим-то именно причинам и получила такую скорую помощь. Будет говорить ей ангел то, что я обещаю тебе, ты родишь сына, и семя твое будет без числа, ибо услышал Господь смирение твое. Не будем же и мы нетерпеливы, когда стечение каких-либо обстоятельств стесняет нас. Ничто ведь столько не полезно для нашей природы, как смирять себя, обуздывать свое высокомерие и подавлять надмене духа. Тогда-то наиболее Господь и слышит нас, когда мы призываем Его скорбную душу и сокрушенным сердцем в прилежной молитве. Ибо услышал, говорит Господь, смирение твое. Потом ангел предсказывает образ жизни, имеющего родиться у Агари сына. Все и будет, говорит, между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. Предрекает ей, что и будет человек мужественный, воинственный и много будет трудиться во сделовании земли. Итак, из всего, что случилось с рабою, видишь ли славу праотца Авраама? Такое промышление рабе показывает благоволение Господа к этому праведнику. Дав наставление, сообщив благовестие, Агари, ангел удалился. Но обрати внимание опять на благоразумие рабы. И нарекла Господа, который говорил с ней с именем. Ты Бог, видевший меня. Ибо, сказала она, точно я видела здесь след видящего меня. Посему источник тот называется Берлахайруи. Он находится между Кадесом и между Боредом. Смотри, как и новым наименованием места Хочется хранить навсегда память о нем. Назвала, говорит, Писание место. Источник живого, видящего меня. Видишь, как раба, от постигшей ее скорби, Становясь мало-помалу благоразумнее, Выражает свою благодарность за оказанное ей благодеяние И воздает, чем может, за столь великое непопечение. И родила Агарь Аврааму сына, И нарек Авраам имя сыну своему Исмаил. Отсюда научимся, Сколь великая благо кротость, И какую пользу можно приобрести даже от скорбей. Кротость показала праотец Авраам в том, Что укротил раздражение Сары, И дав ей власть над рабою, Через то водворил в доме свой мир. А пользу от скорбей можно видеть из обстоятельств рабы Агарьи, Когда она, озлобленная своей госпожой, Бежала от нее, И, потерпев много скорбей, Сокрушенную душою возвала ко Господу, Той час удостоилась вышнего посечения. И дабы она знала, Что за смирение и страдание Удостоина свыше такого попечения, Ангел говорит ей, Ты беременна, И родишь сына, И наречешь имя ему Исмаил, Ибо услышал Господь смирение твое. Итак, возлюбленные, Знаешь, что скорби наиболее приближают нас к Господу, Если только мы будем бодры духом, И что тогда мы можем снискать его милость, Когда приступаем к нему с сокрушенной душой И с горячими слезами. Зная это, не будем унывать в несчастьях, Но, размышляя о пользе скорбей, Станем благодушно переносить Все случающееся с нами. Научимся быть тихими и кроткими Ко всем вообще, А в особенности к своим супругам. Справедливо ли или несправедливо Они будут порицать нас, Не будем слишком много обращать на то внимание, А более заботиться об одном, Чтобы удалять причины неприятностей И в доме своем сохранять глубокий мир, Чтобы и жена имела обращение свое к мужу, И муж от внешних тревог и бурь Мог прибегать к ней, как пристань, И находить в ней всякое утешение. Жена ведь дана мужу помощь, Чтобы муж с ее утешением Мог переносить все случающиеся с ним в жизни. И если жена будет кроткая и украшена добродетелями, То не только своим сообществом доставит мужа утешение, Но и во всем вообще окажет ему великую пользу, Все для него облегчая и во всем помогая, Не оставляя его в тяжких испытаниях, Как внешних, внедомотых и тех, Которые ежедневно случаются в доме. Но как искусный корчень, Она своим благоразумием утишит в нем Всякую душевную бурю И своим сожитием доставит ему утешение. Живущие в таком союзе супружества Ничто в настоящей жизни не может слишком опечалить, Ничто не может нарушить их мирного счастья, Потому что где между мужем и женой Господствует единодушие, Мир и союз любви, Там стекаются все блага, И они, муж и жена, Бывают безопасны от всяких злых наветов, Ограждены как бы великую несокрушимую стеною, Единодушием о Господе. Это делает их тверже, адаманты, крепче железа. Это умножает их богатство и всякое обилие. Это возводит их наивысшую степень доброй славы. Это и от Бога привлекает на них великое благоволение. Будем же, прошу восценить, Выше всего единодушие, И все будем делать так и направлять к тому, Чтобы все в супружестве постоянно сохранились мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, И рабы последуют им, И по всему дому процветать будет добродетель, И во всех делах будет благопоспешение. Когда мы угождение Богу будем предпочитать всему, То все доброе как бы рекой потечет к нам, И мы не будем иметь никаких скорбных чувств, Потому что благость Божия все будет неспосылать нам изобилие. И так, чтобы и сами мы беспечально проводили настоящую жизнь, И от Господа приобретали более и более милосты, Сохраним добродетель, Постараемся ввести в наши дому единодушие и мир, Позаботимся о добром воспитании детей, О нравственности рабов, Чтобы за все это, получив щедрое воздаяние, Удостоиться нам и обетованных благ, Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу со Святым Духом Слава, Держава и Честь, Ныне и Присно и во веки веков. Аминь.